Проект «Мир без виз. Вокруг света» с Валерием Шаниным Путешествие по Турции стало очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В поездке по Турции и северному Кипру его попутчиками стали Майнур Клементьева с острова Сахалин, Михаил Иванов из Алма-Аты и Марина Осипова из Калуги. Турция. Чай и сладости. Путешествие началось в Стамбуле. Здесь находятся самые крупные и оживленные аэропорты Турции. В этот город проще, дешевле и удобнее лететь из Москвы. Стамбул – город с богатой тысячелетней историей. Город дворцов, мечетей, парков, фонтанов, восточных базаров и шумных улиц. Мост связывает район Султан-Ахмед с находящимся на противоположной стороне залива Золотой Рог районом Галота. Здесь давно и прочно обосновались рыбаки. Продают рыбу прямо тут же, под рыбаками. На первом этаже моста тянется длинный ряд рассчитанных на туристов кафе и ресторанов. Цены здесь выше, но и атмосфера особая. На стол подают рыбу, которая всего пять минут назад вылетела из воды буквально под вашим носом. С наступлением темноты оживает улица Истекляль. Прямо в витрине жарят кебабы. Продавцы-акробаты явно получают удовольствие от самого процесса торговли мороженым. В магазинах оживления. Кажется, весь город с наступлением темноты пришел на эту улицу. Здесь сохранился старинный трамвай. Его продолжают использовать по прямому назначению для перевозки пассажиров. Но по вечерам у вагона появляется еще одна функция. Он становится передвижной концертной площадкой. Турция страна светская. И хотя ислам является государственной религией, но для женщин жестких ограничений все же нет. Им разрешают выступать на сцене. И даже без платка. Вообще жители Стамбула одеваются по-европейски как мужчины, так и женщины. Только женщины, занимающиеся традиционным делом, как, например, раскатывание теста для лепешек, предпочитают и одеваться более традиционно. Шаурму жарят не в палатках и киосках, а прямо тут же на тротуаре, чуть ли не под ногами у прохожих. Ненароком можно прислониться и запачкать свой костюм или обжечься. Но на то и восток. Здесь зевать нельзя. Всегда что-то происходит, и нужно успевать реагировать. Магазины заполнены, двери раскрыты настежь. Товар выкладывают на открытых витринах, не опасаясь, что его растащат. Скоростной трамвай – один из самых современных видов транспорта. Он ходит ничуть не медленнее, чем подземное метро. По пути в гостиницу Валерия рассказывает своим попутчикам о том, что их ждет в ближайшие дни, к чему нужно готовиться. Стамбул – уникальный город. Он находится одновременно в двух частях света – в Европе и Азии. Через Босфор, отделяющий европейскую часть Стамбула от азиатской, курсируют паромы. В азиатской части Стамбула есть и оживленный грузовой порт, и железнодорожный вокзал, на который прибывают поезда из крупных городов Анатолии. В Лызник, в который как раз и направляются наши путешественники, железную дорогу пока не провели, но автобусы туда ходят регулярно. Чтобы не ехать вокруг мраморного моря, часть пути они преодолевают на пароме. Валерий предупреждал своих попутчиков, что спать предстоит в палатке. Слукавил. Первую ночь провели прямо под открытым небом. Маленький, малоизвестный городок Изник в древности назывался Никея. Именно здесь в IV веке происходил Вселенский собор, на котором был принят христианский символ веры. А в XII веке город был столицей могущественной Византийской империи. Городская стена прекрасно сохранилась, но ходить все же следует с осторожностью. Кирпичи часто шатаются, а то и отваливаются прямо под ногами. Часть стены вообще отсутствует. Но ни ограды, ни хотя бы запрещающих проход табличек нет. Значит, можно и здесь пройти, пусть и с трудом. Стена отделяла город от окружающих его земель. Сейчас она стоит посреди оливковой рощи. Слева оливки и справа оливки. Встречаются и яблони. Подножный корм. В прямом смысле слова. Из-под ног собираем. В принципе, яблок много на дереве, но упавшие яблоки, они более спелые. Более вкусные. В середине сентября в Изнике еще по летнему тепло. Но погода выдалась пасмурная. Вот, это вот типичный турецкий завтрак. В городских стенах Изника было несколько ворот. Лучше всего сохранились самые большие из них – стамбульские. Автовокзал, как и в большинстве крупных городов Турции, находится за городом. До центра приходится добираться на городском автобусе. Путешественники поселились в гостинице и сразу же отправились в баню. Едем в баню в городе Бурса. Одна надежда на баню. Душ холодной водой. Там уже все в ожидании. Бурса – родина Османской империи. Здесь сохранилось много старинных мечетей. И посещать их можно только чистым – и умом, и телом. Великая мечеть, или по-турецки «Улу Джами», находится в самом центре старого города, рядом с базаром. Построенное в XIV веке здание стало образцом при строительстве мечетей по всей стране. Здесь есть все, что и должно быть в местах для молитвы мусульман. Фонтан – как для питья, так и для религиозных омовений. Ниша в стене, украшенная двумя колоннами и аркой, указывает направление на Мекку. Пол застелен ковром, стены с арочными окнами, через которые внутрь проникает много света, украшены цитатами, выполненными каллиграфическим почерком арабской вязью. В усыпальнице Ешил-Тюрбе похоронен султан Мехмед I Челеби, а также его кормилица, все дочери и один из сыновей. Место для гробницы султан выбирал сам, по соседству со знаменитой зеленой мечетью XV века. Ешил-Джими, или «зеленая мечеть», относится к числу самых главных достопримечательностей Бурсы. Стены сложены из мрамора, и снаружи здание не зеленое, а белое, но внутренние стены, по крайней мере частично, действительно украшены фаянсовыми плитками зеленого цвета. К шедеврам османского искусства можно отнести и вырезанный из цельного куска мрамора причудливый фонтан. Он продолжает действовать. И вода в нем по-прежнему питьевая. Вход туристам разрешен, независимо от их национальности и веры. При входе нужно снять обувь, а женщинам обязательно покрыть голову платком. Как чаще всего и бывает в больших турецких мечетях, сразу же нашелся англоговорящий местный житель, который стал подробно все объяснять и показывать. В Кютахью приехали поздно ночью. Добираться в потемках до центра города не стали. Поставили палатку на поле недалеко от автовокзала. Как всегда отсыпаемся в палатке. Потому что в гостинице везде там интернет, всякие соблазны там пить, есть. А здесь пришел тупо и спатьек, и все. Утром можно уже и в город пойти. Там и позавтракать. Мерджимек чорбасы – густой турецкий суп-пюре из чечевицы. Перед употреблением нужно обязательно выдавить в тарелку дольку лимона. С ним вкуснее. Кютахья – один из древнейших городов на территории Турции. На вершине, возвышающейся над центром старого города скалы, сохранились руины крепости, существовавшей уже при римлянах. Бастионы, фрагменты полуразвалившихся стен. И самое главное – вид с высоты птичьего полета на черепичные крыши старых зданий, которыми застроен центр Кютахьи. Видны сверху и спальные районы с однотипной застройкой. Улуджами, или Великая мечеть, строилась в XIV веке. Затем ее несколько раз перестраивали. К одной из реконструкций приложил руку и самый знаменитый архитектор Османской империи – Мимар Синан. Внутри есть все, что и должно быть в типичной османской мечети. Даже фонтан с питьевой водой. Город Кютахья известен на всю Турцию как место производства оригинальной керамики, которую производят, начиная с XIV века. Рядом в здании Медресе в Аджидии еще один музей – археологический. Архитектурные фрагменты, античные статуи, монеты, исторические документы, горшки. И звезда коллекции – мраморный римский саркофаг. В центре Кютахьи не так уж и много исторических достопримечательностей. Как это обычно и бывает в Турции, центральные улицы занимают магазины. Туристов пытаются удивить сравнительно новыми сооружениями – фонтанами, скульптурами, сувенирами. С голоду тоже не умрешь. Буквально на каждом шагу есть уютные кафе и ресторанчики. В булочных продают только свежий испеченный хлеб. И в пути тоже кормят. В турецких автобусах пассажирам дают не только питьевую воду, но и чай с печеньем или кексом на выбор. До Чавдархисара путешественники доехали на рейсовом автобусе. А даруин античного города Айзаной добирались уже на попутном тракторе. От храма Зевса II века н.э. сохранилось около десяти колонн. Две стены, огромный подвал с саркофагом. Крыши нет совсем. В храме было много статуй, но до наших дней сохранилась только статуя древней богини Кибеллы. Римляне не могли и представить себе комфортной жизни без возможности часто и с комфортом мыться. Тело должно быть не только чистым, но и здоровым. В здоровом теле здоровый дух. Это тоже от них пошло. Вот и здесь, прямо рядом с баней, огромный стадион. А как же без духовного развития? Никак. Тут же построили и театр. На территории Турции сохранилось много античных руин и древних памятников. На большую часть из них, как и в музеи, вход платный. Билеты зачастую достаточно дорогие. Турецкое министерство туризма прилагает неимоверные усилия, чтобы отвлечь хотя бы часть туристов от пляжного отдыха. Активно рекламируют все богатства исторического и культурного наследия страны. Для представителей прессы вход на все руины в музеи бесплатный. То есть тебе будка моя нужна, а тебе вот я не знаю, что надо. Но узнают. Айзаной занимает большую территорию. Раскопана только малая часть ее. Отдельные здания и обломки встречаются повсюду. Прямо посреди деревни вдруг натыкаешься на основание античного храма. А рядом украшенная мраморными колоннами античная улица. Первые данные о крепости Афьон-Карахисар относятся к 1340 году. За прошедшие с тех пор 8 веков она неоднократно переходила от одного завоевателя к другому. И каждый называл ее по-своему. Своё современное название крепость получила, когда вошла в состав Османской империи. В переводе с турецкого оно означает «опиумно-черная крепость». Черная потому что построена из черного туфа, а Афьон по-турецки – опиум. Его испокон веков здесь выращивали. Продолжают делать это и сейчас, но под строгим контролем властей и только для медицинских целей. Из крепости видна мечеть Мевланы, названная в честь Джалаладина Руми. Она была центром дервижской обители. Суфийский орден в Турции запрещен. И дервиши сейчас можно увидеть только в музее. Или на улице в виде крутящейся статуи. В старом городе сохранились двухэтажные деревянные особняки. Их постепенно ремонтируют и превращают в гостиницы и рестораны для туристов. Ну как тебе? Турецкий завтрак. Эстрия, поцениваю, лучше вкусовища. Отлично. Питательно и полезно. Во Фьюни любят восточные сладости и умеют их готовить. Семья Меримагло с 1860 года делает халву, лукум, конфеты, баклаву. Качество на самом высоком уровне и цена доступная. Ну как вкус? Вкусно. Путешествовать автостопом вчетвером трудно, но не в Турции. Здесь буквально каждый водитель старается подвезти туристов. Пусть и приходится потесниться. Обширную территорию между Кутахьей и Афьоном называют Фригийской долиной. Она в древности входила в состав античной Фригии. Здесь были большие города и бесчетное множество населенных пунктов. Сейчас на их месте поля и турецкие деревни. Все, что было построено фригийцами, развалилось. До наших дней дошли только вырезанные в скальной породе гробницы. Да и то лишь потому, что они обычно находятся в непригодных для жилья скалах. Когда ночуешь в палатке, а перемещаешься автостопом, нужно тщательно следить за своим внешним видом и чистотой. К счастью, в Турции бесхозной воды много. Так, ребята, начали. Ой, холодно. Ну, а вы, думаю, в сказку попали? Я думаю, в Сочи. В глухих сельских районах указателей на дорогах мало. Ориентироваться тяжело. Местные жители вызываются помочь. Общаться часто приходится на пальцах, но понять друг друга обычно удается. Когда будет? Когда? Он, он, он. Он, он. Он, он. Десять. А дальше-то что? Два. Десять часов давно прошло. Через десять минут, что ли? Чем дальше? Он говорит десять. Он? Он километров. Десять километров. Он километров? Хан, десять километров? Пешком? Пешком дойдем. Городок Хан был основан фригийцами. В центральном сквере установили памятники фригийским королям и принцессам. А в скале на окраине города сохранились несколько фригийских гробниц и длинный туннель. Ничего себе! Смотри, там метров на сто. Да. Ну, минимум. В Турции наряду с пафосными ресторанами есть и скромные столовые. Их называют лакантасы. В меню, как правило, только несколько блюд. Самых дешевых и простых в приготовлении. Обычно это чурба, тушеная фасоль и овощи. Для мясоедов курица реже баранина. Обстановка тоже без претензий на шик, но чисто. Я очень... Эта, чурба. Три, три, три. Три, три чурба. Да, ему не надо. Миша, не давайте. Да, да. Вкусная курица. В таких заведениях обычно нет наемного персонала. Работают члены одной семьи, начиная с самого раннего возраста. В конце обеда обязательно чай. Без него здесь никуда. Вот так вот едем. Мы втроем на заднем сиденье. Там еще просто сиденье для ребенка маленький. Миша впереди. То есть мы вчетвером втиснули в такую машину. Вот у нас такой автосоп четверо получается. Вот так вот едем. Еще и рюкзаки есть тоже здесь, потому что багажник забит. Но 29 километров лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Дорога глухая. Тут только вот так вот. Либо пешком, либо вот так вот. Когда машин мало, лучше не стоять на месте в ожидании попутки, а идти. Все равно мимо никто не проедет. Даже голосовать не надо. Водители, заметив группу туристов на дороге, сами останавливаются. Я не представляю, что это венчат. Великий жар. 53 километра. Друзья, понадобится. Дорога совсем пустая. Судя по указателю, до деревни Балахисар, рядом с которой сохранились руины античного города Песинус, остается еще около 13 километров. Места не туристические, ни отелей, ни ресторанов нет. На ужин будет чистая родниковая вода, а гостиницу заменит палатка. На руинах нет ни билетной кассы, ни охраны, вообще никого. И ворота закрыты. Пришлось заходить внутрь неформально. Ты должен съемить, что тебе метело за... Нет, ты посмотри, как хитрый. Они еще хитрее. Опа. Чуть-чуть, а там. Город Песинус, по легенде, был основан матерью знаменитого фригийского царя Медаса. В храме богини Кибелы на алтаре хранился гигантский метеорит конусообразной формы. Позднее его перевезли в Рим. Город благополучно жил и без метеорита. Его разрушили в 715 году арабы. Раскопки начались в 1967 году и продолжаются до сих пор. Уже удалось раскопать основание нескольких храмов, отдельные колонны и почти целый амфитеатр. После того, как путешественники все облазили и отсняли, появился охранник. Оказывается, здесь вход в руины свободный. Ворота закрывают только на ночь. Чтобы любители лазить по развалинам, ноги не переломали. В Турции любят чай. Пьют его на завтрак, обед и ужин, а также в промежутках между ними. Очень популярны чайные, где в меню кроме чая нет вообще ничего. Как правило, в такие заведения ходят только мужчины. Редкий случай. В грузовике не нашлось места сразу для четверых. Кузов забит луком, а кабина маленькая. Пришлось делиться. Женскую часть экспедиции и все четыре рюкзака отправили на грузовике. А Валерий с Михаилом пошли пешком. Впрочем, недолго. Лично на тракторе ездят в сторону руин. С другого транспорта вообще не ездят. Гордеон. Об этом городе знают все, кто не спал на школьных уроках истории. Именно здесь Александру Македонскому показали сложный узел. Он достал меч и разрубил узел одним решительным ударом. В самом начале 20 века начались раскопки. Фрагменты мозаик, кирпичных стен и гробниц накрыли крышей для защиты от дождя и назвали все это археологическим музеем. Прямо напротив него стоит курган. Вглубь ведет длинный туннель. Он приводит к погребальной камере. Здесь археологи нашли гробницу самого известного фригийского царя Мидаса. Анкара – столица Турции. В центре города дома занимают все доступное пространство. Лепятся вплотную друг к другу на склонах холмов. Центральный холм занимает самый старый район города – цитадель Хисар, или крепость. Она окружена двойным кольцом стен и основана была еще во времена хетов. Дома здесь большей частью построены еще во времена Османской империи. Их постепенно реставрируют и перестраивают в отели и рестораны для туристов. Четырехэтажный замок, расположенный в самой высокой точке крепости на высоте 978 метров над уровнем моря, был построен из камней, взятых на руинах античных зданий. Здесь всегда можно увидеть туристов, но особенно много их перед закатом. Именно с этой точки его наблюдать удобнее всего. Храм Августа и Рома – самый яркий памятник, оставшийся со времен Римской империи. В V веке н.э. его перестроили в христианскую церковь, а в XV веке – в медресе при мечети Хаджибайрам, кирпичный минарет, который отчетливо виден за высокой мраморной стеной. Мустафа Кемаль, годы жизни 1881-1938, известный как Ататюрк или Отец Турок, в 1918 году на руинах Османской империи основал Турецкую республику. При нем были проведены реформы, направленные на демократизацию и европеизацию страны. Памятники Ататюрку стоят в каждом турецком городе. Его именем названы улицы и площади. Мавзолей строился с 1944 по 1953 год. В результате получился грандиозный архитектурный комплекс, который вместе с окружающим его парком занимает 750 тысяч квадратных метров. Ежегодно сюда приходит около трех миллионов человек. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ